Все. Всех приветствую, дорогие друзья, на связи Андрей Елисеев, и сейчас начнем нашу прекрасную презентацию о тех возможностях, которые дает сообщество, о тех возможностях, которые есть в сообществе, о денежных потоках. Сегодня я хочу вам вкратце в трех словах напомнить про 17 денежных потоков. Ну и, конечно же, начнем мы с того, что для того, чтобы понять смысл финансовой свободы и вообще нужно ли она вам, вам нужно разобраться о том, как устроена сейчас денежная система. Об этом не говорят ни в садиках, ни в школах, ни даже в университетах, на экономических фактах. То есть даже на банковском праве об этом сильно не говорится глобально. Говорится локально, где-то там, внутри банка, но глобально об этом не говорится. И тем более уже не говорится подоплека, кто это все сделал и для чего это все выставлено в уровень института, в уровень фундаментальной мировой финансовой системы. Для того, чтобы вы с этим смогли самостоятельно ознакомиться, есть прекрасный фильм «Деньги. Пирамида долгов». В обязательном порядке смотрим. Дальше «Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Смотрим. Куча еще очень интересных фильмов. По концовке, если необходимо, я скину эти фильмы, которые развивают вашу личность, которые без знаний, этих элементарных знаний, вы не сможете быть свободным человеком. Потому что даже если у вас появятся деньги, вы не сможете их удержать, потому что у вас не будет знаний, как контролировать свои эмоции, на которые воздействует весь этот окружающий мир и вами пытается манипулировать. Если у вас не будет выработан иммунитет к этому, то вы деньги, конечно же, не сможете удержать. Даже дай вам каждому по миллиону долларов, это будет абсолютно бесполезно. В ближайший год у вас не будет этого миллиона долларов. Многих даже этот миллион долларов уведет на тот свет. Поэтому деньги – это психологическая игра, которая придумана людьми. В природе денег не существует. Это игра психологического плана, прежде всего, квест, который придумали люди. И на данный момент те, кто придумали всю эту систему и в нее играют, печатают деньги, эти люди, как правило, управляют всем этим нашим прекрасным миром людей на планете Земля. Поэтому, дорогие друзья, фундаментальные знания в области построения мировой финансовой системы, они просто необходимы. Иначе вы просто будете это учиться читать без знаний азбуки. Это бесполезно и как минимум глупо. Поэтому начинаем с АЗОВ. Деньги, пирамиды, долгов должен посмотреть каждый участник нашего сообщества. Потому что если бы этих знаний не было бы даже у нашего основателя, то он бы не создал бы это сообщество, благодаря которому у вас появляется у каждого из вас возможность иметь деньги каждый день на полном пассиве. Поэтому на домашнее самостоятельное изучение фильмы «Деньги, пирамиды, долгов», «Дух времени», первая, вторая, третья часть и так далее. Есть еще много очень интересных фильмов, которые позволяют вам взять вашу судьбу в ваши руки и стать хозяином вашей жизни. И это очень важный момент. Только наличие денег у вас в кармане не дает вам возможности полноценно стать хозяином вашей жизни. Вот о чем я говорю. Здесь нужны еще и знания в разных сферах нашей жизни. Прежде всего мы сегодня будем говорить о потоках, о деньгах и так далее. Поэтому у нас самостоятельное изучение о том, как устроена мировая финансовая система, что такое ФРС, что такое Международный валютный фонд, как работают центробанки, что такое эмиссия денег, что такое распределение денег, что такое перераспределение денег и так далее. Все эти понятия вы должны понимать и знать наизусть. Тогда вы становитесь уже финансовым грамотным, вы становитесь финансовым консультантом и начнете грамотно людям доводить достоверную и правильную информацию. А теперь, дорогие друзья, давайте вкратце я немножко расскажу, что у нас есть. У нас есть, то есть сейчас я чуть-чуть немножко заинтересую вас посмотреть еще раз эфир 17 денежных потоков, если кто не смотрел. Наверное, в ближайшее время мне его надо будет перезаписать. Как появится воодушевление, я это сделаю. И поговорим дальше о денежных потоках, о финансовых инструментах, которые есть в каждом кабинете. Дальше поговорим о нашей инфраструктуре, то есть что у нас есть для того, чтобы им быть свободными от нужды заработка денег. И поговорим о часто задаваемых вопросах, там откуда деньги берутся, там пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон, приглашать, не приглашать и так далее. То есть вот эти вопросы я уже сразу вставил в презентацию для того, чтобы на них уже не отвечать, потому что они мне уже немножко и поднадоели за вот эти вот года ответа на одни и те же вопросы. Поэтому, дорогие друзья, давайте сейчас немножко вам расскажу про 17 денежных возможностей, которые их уже сейчас больше. Ну, хотя бы 17 услышите для начала. И если вы 17 запустите в свою жизнь, то вам однозначно будет круче и легче. Первое – это супербыстрый поток в нашем кабинете. Если у вас еще нет кабинета, то, конечно же, возьмите реферальную ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и обязательно зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но у вас будет доступ к полной информации. Это первое, да. Если же у вас нет пригласителя, то можете написать мне в личные сообщения. Возьму у вас свою команду и, соответственно, пройдете командное обучение, что даст вам соответствующую грамотность. И если на данный момент вы еще ищете и продолжаете искать себе наставника, можете это, кстати, выбрать из списка, который есть у нас в чате и скидывает бот. Все лидеры-профессионалы помогут вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Поэтому выбирайте. Первый поток – это, конечно же, супербыстрый поток. Это подразновидность быстрого потока. Это инструментик очень интересный, подробнее я в нем расскажу. Второй инструмент – это быстрый поток. Это тоже обычный быстрый поток. Это тоже разновидность быстрого потока. Денежные потоки наши – это финансовый, психологический, математический, разновременной финансовый инструмент, который заточен на то, чтобы деньги у вас были в разное время, в разном количестве. Но чтобы они у вас были всегда. И поэтому в зависимости от того, какие деньги, они короткие, длинные, короткие-свободные, длинные-свободные и так далее. Они еще бывают разные. В зависимости от того, какие деньги, вы сами определяете, в какой поток вы можете зайти. Это очень удобно, это очень выгодно и эффективно. Следующий поток – это ускоренный стартовый поток. Обалденный крутой поток. Четвертый – это обычный стартовый поток. Пятый – это растущий поток. Шестой – это накопительный поток. Седьмой – это наша беспроигрышная лотерея, либо поток удачи. Я вот сегодня буду подробненько об этом во всем говорить. Дальше. Восьмой поток денежный – это для тех людей, которые решили взять деньги из нашего рекламного бюджета, это бонусы за ваших лично приглашенных, либо реферальные бонусы. Об этом тоже буду разговаривать позже. Восьмой поток. Девятый поток – это бонусы. Девятый поток – это командные, либо лидерские бонусы, которые уже участник приобретает, когда становится лидером. Дальше. Конечно же, это очень интересный поток. Его мало кто использует, но он есть. Это называется депозит. Депозиты на сберкассе. В том числе есть еще депозиты на мани-сторож. И, в принципе, это очень интересная штука для очень консервативных участников. Допустим, пришел к вам, ну, вообще, настолько бетон-консервативный участник и говорит, ничего не понимаю ваших потоков, но вот обычные депозиты понимают. Вы говорите, окей, депозиты, заходи сюда, сберкасса, мани-сторож, мани-сторож в валюте, сберкасса в рублях. Открывай депозиты и наслаждайся жизнью. Тоже есть такой вариант? Отличный, очень отличный вариант. Называется депозит на сберкассе. Вот, поэтому в любом случае он будет намного выше, чем любой банковский депозит. Дальше. Одиннадцатый. Это, конечно же, начисление ежедневных процентов на остатках на вашем балансе в сберкассе и в мани-сторож в наших двух криптовалютно-платежных сервисах. Дальше. Обязательно используем реферальную программу сберкассы и мани-сторож. Это тоже хороший в будущем денежный поток. Но единственное, что он создается очень плавно, он создается очень небыстро, но зато он настолько железобетонный и будет тоже приносить вам постоянно денежные средства. Поэтому используем реферальную программу сберкассы и мани-сторож. Следующий. Тринадцатый вид потока – это майнеры, друзья мои. Это тоже обалденная штука. Первые мои майнеры были куплены в начале восемнадцатого года. Потом я их докупал, докупал, докупал. И в этом году я еще купил и буду дальше продолжать их докупать. Поэтому, дорогие друзья, майнеры – это офигенная штука. Обязательно их используйте для того, чтобы получать нашу криптовалюту и каренси. И, конечно же, для того, чтобы вы могли и каренси запускать в потоке и получать дополнительную прибыль. Четвертый вид потока – это брать намайненную монету и каренси нашу, которая используется для получения прибыли в денежных потоках. И продавать на бирже в сберкассе, в мани-стороже, либо на бирже Blackbit за USDT. Это тоже хороший денежный поток. Кому нравится этим заниматься, могут, пожалуйста, у кого есть время, могут, пожалуйста, этим заняться. И таким образом у вас будет еще один прекрасный денежный поток. Дальше. Хорошая штука еще одна. Берем, покупаем и каренси, 15-й поток на сберкассе, либо мани-стороже. Потом храним эту и каренси, и потом продаем и каренси, когда она подорожала. Шикарнейший денежный поток. То есть если бы вы год назад купили и каренси на 1 миллион рублей, если взять в рублевом эквиваленте, то сейчас бы продали за 30 миллионов рублей. Поэтому, друзья, хороший денежный поток, очень хороший денежный поток. Следующий поток – это есть такая, вот многие говорят «внутрянка», «внутрянка». У нас нет внутрянки. У нас есть рубли на сберкассе, евро на мани-стороже. То есть это самое что ни на есть внешняя валюта. И любой человек на планете Земля может воспользоваться этой валютой для того, чтобы сделать себе пополнение, либо обмен, либо конвертацию, ну все что угодно. Либо купить там на наших внутренних биржах. То есть вы же не говорите на рубли на кошельке «внутрянка». Так же и здесь. Это вот вирус, который пришел из каких-то коммерческих матричных особенно проектов. Поэтому не используем вот эту вот вещь. Если есть внутренняя валюта, то она называется у нас это CF рубли, либо CF доллара, либо CF евро. Но сейчас пока эта внутренняя валюта не используется. Как только она будет использоваться, мы все об этом узнаем. Поэтому 16 денежный поток сейчас пока временно остановлен. Но в будущем он использовался, в прошлом он использовался. Но сейчас это не актуальная пока информация. И конечно же 17 прекраснейший денежный поток – это тогда, когда вы начинаете становиться на свой путь. И у вас появляется ваше собственное дело. То дело, которое радует вас, радует вашу душу. И вы начинаете заниматься своим любимым делом, высвободившись от нужды заработка денег. И этот момент, он очень важный. Кто-то из мужчин мечтал сделать себе мастерскую и творить шедевры. Кто-то хотел стать художником и рисовать картины. Кто-то еще чем-то хотел заниматься. Потому что творчество – это, наверное, самое главное, что можно сделать человеку на этой планете Земля, чтобы и другие люди сказали «Вах, шедевр». Мона Лиза нарисована, да, и все ходят в Лувр, платят огромные деньги и стоят там целые толпы каждый день туристов и фотографируются с Мона Лизой. Потому что шедевр, потому что шедевр нарисован душой человека, да. Вот, поэтому также и ваша душа, она уникальна, и она может создавать свои шедевры, которым может также восхищаться все человечество. Поэтому ваше дело – это то, чем бы вы занимались, имея неограниченное количество денег, неограниченное количество времени. Поэтому, дорогие друзья, это очень важный момент. Вот, кто-то выберет продвигать наше сообщество – очень хорошее дело. И уже принципиально начать заниматься этим делом. Кто-то выберет, там, не знаю, создать там салон красоты. Кто-то еще какое-то другое дело выберет. Не по нужде и необходимости заработка денег. Деньги ему дадут потоки. А потому что он просто этого хочет, потому что он просто кайфует от того, что делает именно это дело. И вот этот момент, он самый важный. Потому что мы сюда пришли не контролировать кого-то, мы сюда пришли не, не знаю, что еще в этой матушке природы делать, даже не зарабатывать денег. Мы сюда пришли сотворять вместе со Всевышним, сотворчество. Вот это самое главное – одна из миссий. В какой сфере? Допустим, материнство – это тоже сотворчество со Всевышним. Это тоже целое искусство. И так далее. То есть на данный момент вот это шикарнейший поток, и он вам тоже начнет приносить шикарные деньги. У меня есть участники, которые создали несколько разных мастерских в разных городах страны. И сейчас они спокойно получают деньги из потоков, и параллельно они просто кайфуют, наслаждаются о том, что они делают руками что-то интересненькое. Я помню, не знаю, откуда участница, из какого города, но я видел такую прекрасную в интернете у нас в чатах брошь E-Currency. Просто я хочу передать большой привет этой участнице. Она из бисера сделала такую красивую брошь. Это просто обалденно. Вот что значит иметь свое прекрасное дело и действительно наслаждаться им. Шедевр получается. Брошь нашей криптовалюты E-Currency. Вот, поэтому скоро вот такие брошьи будут выставляться, не знаю, куда-то на аукционы, продаваться за большие деньги. И это реально круто. Так вот, дорогие мои друзья, это вкратце о 17 денежных потоках. У нас еще есть куча возможностей, но о них мы уже говорим на командных обучениях, потому что эти темы не за один час усваиваются. На эти темы мы говорим десятки, иногда даже несколько десятков эфиров. Поэтому это очень серьезное уже командное обучение. Идем дальше. Теперь давайте разберем все наши потоки для того, чтобы вы понимали, что это такое, кажется, и с чем его едят. И на данный момент я хочу заострить ваше внимание, что мы сейчас живем в очень быстро меняющемся мире. И чтобы вы вот этот момент прям вот усвоили. Потому что мы уже 24 год живем в информационном веке. И те из вас, кто еще мыслит категориями прошлого, производственного века, эти люди могут немножко отставать. Поэтому, дорогие друзья, мы уже живем 24 года в эре информации. Это эра, где очень быстро меняются все бизнес-процессы, производственные процессы, обучающие процессы. Все очень быстро меняется. И давайте вот только последние 4 фундаментальных перемены, которые мы увидели в эти последних 4 года, друзья мои. Конечно же, давайте вспомним, это, конечно же, наша пандемия прекрасная. Как всех закрыли, и мы не понимали, что с нами происходит, и вообще, когда это все закончится. Дальше СВО. Мир меняется и продолжает дальше меняться. Дальше введение цифровых валют по всему миру. И на данный момент мы видим, что мы даже еще не почувствовали, что это такое, но это очень серьезная штука. Это полный контроль центрального банка денег каждого физического лица. Это просто интересная вещь. Мы увидим последствия чуть-чуть похоже. И, конечно же, ворвалась просто в нашу жизнь пару лет назад. Это, конечно же, не Россия, друзья мои. Сейчас будут полностью перекроены все процессы. И скажу вам честно, я не удивлюсь, что если через 3-5 лет уже по нашим городам будут ходить роботы, они уже ходят и ездят, поэтому андроидные роботы своими ножками будут ходить и выполнять какие-то задачи. Поэтому очень важно сейчас нам с вами начать меняться для того, чтобы мы не превращались в динозавров, друзья мои, потому что динозавры имеют свойство вымирать. И даже все старые методы заработка денег сейчас уходят и отмирают. И сейчас остается один из самых основных видов заработка – это, конечно же, инвестирование. Инвестирование непосредственно в разные активы. И даже сейчас смысл этого слова очень серьезно изменился. Если раньше это была классика – акции, облигации, недвижимость, бизнес, то сейчас это просто олицетворение любого вложения. Представляете, я понимаю, любого вложения. Вложили бы либо время свое, инвестировали время. Материальные, нематериальные активы. Сегодня картинки NFT продаются за несколько миллионов долларов. Какая-то картинка в интернете, да? Вот, но уникальная картинка, да? Вот только вы становитесь хозяином этой картинки и покупаете ее за несколько миллионов долларов, да? Кажется, мир сходит с ума, да? Вот недавно смотрел новости, да? То есть виртуальные кроссовки проданы в какой-то игре за несколько миллионов долларов, друзья мои. Это те кроссовки, которые человек даже не сможет одеть, да? Но они пользуются огромным спросом, и их купили за 300, по-моему, пар, за 3 миллиона долларов. То есть даже если мы в офлайн перейдем, в обычную жизнь, 3 миллиона долларов, мы купим не просто 600 пар, мы купим самые лучшие, самые фирменные, не знаю, несколько тысяч пар, если не больше, десятков тысяч пар этих кроссовок, и будем ходить несколько лет, может даже до конца своих дней. Поэтому, тем не менее, никто никогда из производителей кроссовок элитных брендов не делал такие обороты, как за один год какая-то компьютерная игра сделала такой оборот. Только на кроссовках. Онлайн-кроссовках, да? Дурь? Ну, дурь. Но она соответствует этой категории времени, в которой мы сейчас живем. Поэтому дури будет все больше, больше, больше в разных сферах. И поэтому человек все дальше отдаляется от природы и все больше идет в технократическую цивилизацию. Поэтому хорошо это или плохо, не важно. Важно то, где вы сейчас. Главное то, чем вы сейчас занимаетесь. Главное то, как вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому сейчас у нас есть потрясающие инструменты. Это, конечно же, наши денежные потоки, которые созданы сообществом за эволюцию в 11 лет. Вот пошел уже 12 год. И давайте мы об этом сегодня поговорим. Это о наших денежных потоках, которые не просто созданы каким-то пьяным программистром на диване. Это потоки, которые, я бы даже сказал, выстраданы сообществом через пробы, где-то испытания, эксперименты и так далее. И в итоге мы пришли к уникальным алгоритмам больше, чем 4 года назад. Это денежные потоки. Еще раз повторюсь, это финансовые, математические, психологические инструменты, которые позволяют вам деньги иметь каждый день без необходимости кого-то приглашать. Это просто сказка. Об этой сказке, когда я пришел, мы только мечтали. Сегодня мы можем ее просто воплощать в жизнь. И это очень круто. Так вот, инвестирование можно начинать именно в наши шикарные инструменты нового поколения. Это денежные потоки. Это идеальное сочетание прибыли и риска. Первый поток, который вы увидите в своем кабинете, называется стартовый поток. Красная закладочка в вашем кабинете. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя. Если же у вас нет пригласителя, можете написать мне в личное сообщение. Я возьму у вас свою команду. И будете проходить командное обучение и становиться профессионалом. Либо выбрать любого из консультантов. В чате бот скидывает целый список. Все очень грамотные люди, профессионалы. Поэтому можете обратиться к любому. Стартовый поток, дорогие друзья, учит. Правильная стратегия инвестирования. Вложил, забрал. Вложил, забрал. Вложил, опять забрал. Каждый из вас же не проходил школу инвестора. Вы учились все в обычных школах. Даже те, кто учится сейчас где-то на экономических факультетах, они не изучают навыки инвестора. А это очень важный момент. Эти навыки могут давать в специализированных учебных заведениях за очень-очень большие деньги. Здесь же вы все это получаете по факту. Мало того, что вы получаете деньги, так вы еще и навыки приобретаете, которые для вас будут абсолютно бесплатны. Это навыки инвестора. И именно стартовый поток вас учит. Поэтому я говорю, это обучающий поток, который дает очень хороший процент. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму от 5000 рублей. Стартовый поток с обязательным пополнением каждые две недели, дорогие друзья. Это поток для того, чтобы вы обучились. Для того, чтобы вы обучились правильным действиям в других потоках. Поэтому те, кто обходит стартовый поток стороной, рекомендую не обходить. Потому что это самый, по прибыли, это самый высокодоходный поток из всех потоков. И на данный момент общая доходность стартового потока составляет 150% за 20 периодов, дорогие мои друзья. Либо 10 месяцев. Доходность идет за счет подтяжки потоку криптовалюты и каренси, которая у нас принимается по льготному курсу в кабинете. И сейчас ориентировочно около 500 рублей. А мы покупаем на халяву, можно сказать, в сберкассе, либо в мани-сторожи за евро, сберкассе за рубли. Допустим, в сберкассе ориентировочно около 100 рублей. Поэтому практически в 5 раз больше у нас поток принимает наш криптовалюты и карты. За счет этого у нас получается прибыль в нашей кассе взаимопомощи. Так вот, что касается стартового потока. Еще раз, общая доходность стартового потока на промежутке 10 месяцев это 150%. Чем больше номинал потока, тем выгоднее данный поток. Маленький номинал потока, меньший даст прибыли, большой номинал потока, допустим, на 100 тысяч, на 200, на 300, даст больше прибыли. Как он работает? Всего 20 периодов, дорогие мои друзья. Из этих 20 периодов стартовый поток устроен так, что первые 6,5 периодов, 7 периодов, даже можно сказать правильно будет так, вы его кормите и 13 периодов он кормит вас. И это очень круто работает, особенно когда вы запускаете не один поток, а несколько потоков. Я знаю участников, у которых 40, 50 потоков, 60 потоков. И вот этот снежный дождь каждые 2 недели на них просто сыпется. Каждый день что-то капает, капает, капает. Они создают этот капитал, да? То есть мы же сейчас живем с вами в капитализме, друзья мои. Социализм закончился Советским Союзом, а и мы живем в капитализме. В капитализме важен капитал. Если у вас есть капитал, вы человек. Если у вас нет капитала, вы никто. Так устроен капитализм. Это обратная сторона капитализма, дорогие друзья. Поэтому есть у тебя деньги, ты бог. Нет у тебя, ты никто. Нолик от бублика. Поэтому, дорогие друзья, здесь так все устроено, что, во-первых, учат навыкам работы и создания капитала. В то же время наш проект социальный. Он не коммерческий, об этом я позже расскажу. Так вот, стартовый поток, мы качаем его туда-сюда. Как вы идете в тренажерный зал и качаете, да? Согнул руку, разогнул. Согнул, разогнул. И таким образом ваша мышца качается. Также стартовый поток качает вашу самую главную мышцу. Вот здесь вот инвесторскую извилину, да? Отдал, взял. Отдал, взял. И вот это очень важный момент, потому что человек обычный, ему трудно отдавать. А если он отдал, то ему трудно потом взять, потому что тут включаются другие процессы. Жадность, быстрее гонка за еще большими деньгами. А тут надо быть независимым от денег. Тут надо быть очень адекватным и тренировать свой ментал, да? Отдал, взял. Отдал, взял. И таким вот образом вы становитесь за год прекрасным инвестором. Чем больше у вас стартовых потоков, тем вы более грамотнее в нашей системе. Следующий поток. Это очень интересный поток. Если вы хотите быстрее, то, конечно же, заходите в ускоренный стартовый поток. Это такой же подвид стартового потока, но более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода из 20. Подтягиваем e-currency на все 4 периода. И получаем 5-6 период в подарок. И по начислению выскакиваете сразу же на 7-й период. А это тот период, где выплата происходит уже больше, чем номинал потока. И это очень-очень круто. Как будто бы уже прошло 6 периодов, либо 3 месяца обычного стартового потока. А тут вы уже выскакиваете на 4-й месяц начисления. В дальнейшем мы так же, как и в стартовом потоке, продолжаем снимать, пополнять, снимать, пополнять, пополнять, снимать. И тренируем дальше свою инвесторскую мышцу. И каждый раз мы получаем все больше, больше, больше. Я при первой возможности каждый раз стараюсь создать еще больший ускоренный стартовый поток на еще больший номинал. Поэтому, дорогие друзья, используйте любую возможность для того, чтобы это делать. И все у вас будет очень хорошо. Через каждые 2 недели мы подтягиваем e-currency после каждого пополнения нашего ускоренного потока. Регистрируйтесь. В кабинете у вас будет полное описание потоков. Внимательно читаем. Каждое слово продумано и каждое слово имеет смысл. Поэтому внимательно читайте вкладочку «Как создать поток» и эффективно им управлять. Поэтому в каждом кабинете есть вся информация для того, чтобы вы разобрались со всеми нюансами работы системы. Следующий поток, дорогие друзья, это быстрый поток. Быстрый поток, мы его называем деньги на каждый день. Он подразделяется на два типа потока. Это супербыстрый поток и обычный быстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Выплата происходит равными частями. Одна тридцатая часть, допустим. 30 дней, одна тридцатая часть каждый день вместе с прибылью. То есть нажали на кнопочку и одну тридцатую часть вместе с прибылью забрали. Которую мы получаем, конечно же, за счет подтяжки к нашему потоку, к нашу криптовалюту и карантин. Дальше. Супербыстрый поток работает по-другому. Работает две недели. То есть 15 начислений. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15 нажатие кнопочки «Начислить премию». И выплата происходит в самом конце данного потока. Это поток классического плана, заморозка средств. То есть, допустим, создали вы себе поток на 50 тысяч, добавили и каранси, 15 дней начисляете и на 15 день получаете сразу и тело, и проценты. Поэтому это очень интересно. Супербыстрый поток, доходность супербыстрого потока от 5 до 10% в зависимости от номинала. Доходность обычного быстрого потока от 5 до 20% в зависимости от номинала. Поэтому заходите, разбирайтесь. В кабинете есть все таблички во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Там все проценты прописаны, номиналы прописаны. Было бы желание, как говорится, разобраться. Но если вам деньги нужны, я думаю, вы с этим справитесь. По крайней мере, ваш пригласитель, ваш наставник вам будет однозначно в помощь. Поэтому очень важно выбрать наставника по душе. Дальше. Растущий поток. Я бы его назвал любимчиком между всех потоков. И очень много кто просто обожает этот поток, потому что он наглядно очень понятный. В то же время я его называю живой финансовый инструмент. Он шевелится и он делает действия от каждого вашего действия. То есть, если вы сделали какие-то действия, правильные, неправильные, то есть он вам все равно отдаст обратку, но вопрос эффективно, либо нет. Поток, который растет в течение 6 месяцев. Его надо взращивать по-хорошему. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это поток, который может реально изменить всю вашу жизнь, превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч, и ваш миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. Конечно же, после подтяжки и каренси, которую мы покупаем в сберкассе и подтягиваем к нашему потоку. И на данный момент растущий поток нужно выращивать в копилке. И чем дольше мы его выращиваем в копилке, чем больше наш процент начисления, который стартует с самого начала от 0,3% и идет каждый день. Нажали на кнопочку 0,31, завтра нажали 0,32, послезавтра нажали 0,33. И вот так вот процент растет до бесконечности, пока вы не забираете деньги с копилки. С копилки обычно я забираю в трех вариантах деньги. Первый вариант – это на жизнь, на совершение каких-то моих целей. Второй вариант я забираю для пополнения других потоков. Третий вариант я забираю для реинвеста в растущий поток. Обычно я использую в этих трех вариантах, поэтому что и вам рекомендую. Растущий поток учит терпению. Растущий поток прорабатывает вашу жадность и страх потери. Это очень интересный трансформационный инструмент, который дает потрясающие результаты. И, конечно же, что очень важно, что вы сразу видите цифры в карточке потока. Это очень мотивирует его дальше взращивать и развивать. Поэтому открываем, пробуем. Рекомендую открывать растущий поток в самом начале от 10 тысяч. И погнали, как говорится, дальше, после того, как вы уже поймете, как он работает. Вот. Рекомендую открывать все потоки. Именно поэтому у вас появятся все знания, как они работают. А знания в нашем мире стоят очень дорого. Поэтому чем быстрее вы станете грамотнее в этой системе, тем быстрее у вас будет появляться с каждым днем денег все больше, больше и больше. Следующий поток, друзья мои, это середневая вкладочка в нашем кабинете. Это накопительный поток. Это тот поток, который мы называем деньги на будущее. Накопительный поток, по-другому мы еще называем наш пенсионный фонд. Если же у вас нет кабинета, то обязательно зарегистрируйтесь, берите реферальную ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же у вас его нет, можете написать мне в личное сообщение. Возьму у вас свою команду и пройдете командное обучение, станете профессионалом. Либо выбирайте любого из лидеров, консультантов, которые есть в нашем прекрасном чате. Все профессионалы, все обученные, имеют прекрасные команды, прекрасно шикарные, открытые все потоки, наши крутейшие номиналы, поэтому выбирайте любого по душе. Выбрать наставника себе по душе в самом начале – это очень важный момент, приведящий к быстрому успеху. Поэтому накопительный поток – это деньги на будущее, друзья мои. Накопительный поток – это стартовый поток на будущее. Алгоритм очень похож, как у стартового потока, но это поток с обязательным пополнением раз в месяц. Если стартовый поток раз в две недели, этот поток с обязательным пополнением раз в месяц. Накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. Если вы выбрали в накопительном потоке период накопления 3 года, то период выплат будет тоже 3 года после окончания периода накопления. Если вы выбрали период накопления 5 лет, то период выплат будет тоже 5 лет. Поэтому на данный момент есть шикарная табличка в нашем кабинете во вкладочке «Как создать поток и эффективно управлять». Находите накопительный поток и читаем, считаем, принимаем решения и двигаемся к своим целям. Следующий поток – это поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея. 5 из 32 на рублевой площадке, на общеевропейской тоже 5 из 32, а на наших молодых площадках – это испанская, польская и киргизская – 5 из 25 еще пока. Поэтому, друзья мои, играйте и выигрывайте. Правила лотереи читаем в своем кабинете. Во вкладочке «ЛТ» лотерея нажимаем на нее, проваливаемся, и там будет большая красная кнопка «Правила лотереи». Нажимаем на нее и читаем. Там все написано. У нас три вида лотереи. Классическая лотерея в рублях стоит 100 рублей, джекпот – 300 тысяч. Синяя лотерея стоит 500 рублей, джекпот – 500 тысяч. И золотая лотерея стоит 1000 рублей, джекпот – миллион. Поэтому играем, выигрываем. Скажу честно, лотерея – это мега крутейшая штука, которая вас программирует на то, чтобы вы были более удачливы по жизни. Если обычная лотерея, которая вы покупаете на улице, вам говорит о том, что вы постоянно не везунчик, вам постоянно будет не везти, потому что она заточена таким образом, что только 99% будут в урне, а 1% в лучшем случае что-то где-то получит, либо остаточное. А 0, 0, 0, 0, там сколько процентов могут сорвать джекпот. То есть у нас здесь устроено совершенно по-другому. Лотерея беспроигрышная. Она играет до момента выигрыша. И выигрыш у нас происходит тогда, когда вы из пяти чисел угадали хотя бы два числа. Уже выигрыш. Три – уже больше выигрыш. Четыре – еще больше. Ну и пять – джекпот. Поэтому только за последние четыре месяца около 24, по-моему, или 25 джекпотов уже сбились со счета, выиграли наши участники, чего, кажется, и вам желаю. Поэтому играйте. Тот, кто играет, тот выигрывает у нас в нашем мире. И в том по-разному бывает. А в нашем мире кто играет, тот выигрывает. Именно поэтому сообщество уже 12-й год строит свой мир. Идем дальше. Есть еще много потоков, про которых я вам в самом начале рассказал. Но сегодня мы рассмотрим только те базовые, которые есть у нас в кабинете. И, конечно же, еще два мощных потока, которые вы можете использовать и деньги из которых вы можете брать. Это бонусы за вознаграждение развития проекта. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламы. И весь рекламный бюджет идет активным участникам и лидерам. Поэтому, если вы примете решение продвигать сообщество, то сообщество будет готово из рекламного бюджета вам давать хорошие бонусы. Поэтому первые бонусы – это бонус за лично приглашенных. Реферальный поток начислений, по-другому мы можем говорить. Либо реферальный бонус. И эти бонусы от 2 до 7% в зависимости от потока за лично приглашенных. Следующие бонусы – это лидерские бонусы. Лидерские бонусы – либо командные бонусы. Это когда участник уже разобрался со всеми нюансами работы системы. Лично приглашенных у него более 10 человек. Дальше он прошел соответствующее обучение, сдал экзамен. И на собеседование у топ-лидера, на совете лидеров принимаем решение о присвоении данному участнику статуса лидера. И ему открывается соответствующая глубина до 7 уровня по личной ячейке участников до бесконечности. Поэтому маркетинг-план весь написан тоже у всех и для всех во вкладочке бонусы за развитие проекта. Воснаграждение читаем, разбираемся. Это все очень просто. Скажу честно, те, кто приходили ко мне в команду с нуля, либо с большого минуса, использовали именно деньги из рекламного бюджета для того, чтобы быстро стартовать и хорошо идти вперед. Потому что так получается, что... А есть другая категория участников, которые долго запрягают. Есть категория участников у меня, которые... Ой, я вот сейчас накручу сначала потоки, стану богатым, а вот потом только я начну рассказывать. И так получается очень интересно, что эти участники полгодика здесь поварятся, смотрят, вроде бы нормально, вроде не лохотрон, вроде платят, вроде там, ну все, жизнь меняется к лучшему. И вот-вот они начинают учить, как бы рассказывать, тренируются потихонечку. И приходят они к своему знакомому, говорят, слушай, тут тема классная, давай тут посмотри. А знакомый говорит, так я уже три месяца в этой теме. Понимаете? И он просто в шоке возвращается ко мне и говорит, блин, это что, я тут тупил, что ли? Получается так. Не будьте вот таким вот участником, потому что есть другие люди, они придут к вашим знакомым и расскажут про эту возможность, которая нужна каждому обычному человеку, который просто вынужден сейчас выживать. Поэтому касса взаимопомощи создана для того, чтобы люди не выживали, а жили полной, свободной, полноценной жизнью, помогая друг другу. Касса взаимопомощи сделана таким образом, чтобы мы смогли помочь друг другу через справедливое перераспределение. Попозже вам об этом расскажу. Вот, поэтому на данный момент я вам рассказал про основные потоки, которые есть в кабинете. Еще раз давайте пройдем. Первый поток – это у нас стартовый поток, ускоренный стартовый. Дальше обычный быстрый, супербыстрый, растущий поток. Шестой поток у нас накопительный поток. Седьмой – это у нас лотерея. Ну и две возможности прекрасных потока, которые иногда помогают вот эти все взрастить очень хорошо. Это бонусы за вознаграждение, бонусы либо вознаграждение за развитие проекта. То есть, по сути, у вас девять возможностей здесь делать деньги. Это просто, ну, априори. А плюс еще дополнительных кучек, которые я говорил еще в самом начале. Хотя их еще больше, если пора замыслить. Но хотя бы это сделайте, это запустите в жизнь. Хотя бы с этого начните получать результаты, и дальше уже можно будет идти дальше. Теперь я вам расскажу про финансовую инфраструктуру. Что у нас есть, что создано, и вообще, что такое инфраструктура. Инфраструктура – это штука такая очень интересная. В городе есть, в каждом городе есть такая штука, как инфраструктура жилищная. Это та инфраструктура, которая делает город более уютным, делает город более, как бы, даже дешевым по проживанию, комфортным, благоустроенным и так далее. Что это? Это вода, холодная, горячее, отопление, газ, дальше что еще? Это вентиляция, тротуарчики, подъезды асфальтированные, дороги, газончики. Вот это все уличное освещение – это тоже городская инфраструктура и так далее. Все это делается очень долго и очень дорого, дорогие мои друзья. Поэтому Айяна делается с единственной целью, чтобы с ней жить в долгую. Город делает эти столбы, освещая эти улицы, чтобы с этими улицами жить в долгую. Поймите вот это, да? Этим же путем пошло и наше сообщество. Только создало свою финансовую инфраструктуру, с которой тоже можно жить в долгую. И она тоже делалась не за один год. Вот, поэтому только при мне, когда я еще пришел в конце 17-го года в сообщество, я видел, как она добавлялась, 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 добавлялась инфраструктура. И что у нас сейчас есть? Это пять фондов коллективного самообеспечения. Рублевый, на которых есть все инструменты, про которых я вам и рассказал. Только в разных валютах. Дальше рублевая, общеевропейская в евро, испанская в евро, дальше польская в злотах и киргизская в сомах. Пять у нас, пять касс взаимопомощи нового поколения, где есть все эти инструменты. То есть можно еще дополнительно запускать себе поток валютной диверсификации. То есть если вы где-то в какой-то валюте, ай-яй-яй, сомневаетесь, вы запускаете на всех платформах, и у вас валютная диверсификация, вы не потопляемы. Понимаете, да? Хотя бы для того, чтобы вы спали спокойно. Дальше. У нас два криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса и Монистораж. Сберкасса заточена в основном для работы на постсоветском пространстве, и Монистораж заточена для работы в западной финансовой системе. Но в принципе каждый человек на планете Земля может пользоваться и тем, и тем, потому что все равно это криптовалютно-платежные сервисы, а значит они не ограничены какой-либо страной. И это очень круто. Дальше. Что у нас есть еще? У нас есть своя криптовалюта и карнси, за счет которой у нас прибыль. Она не одна, у нас еще, но основное сейчас в работе у нас именно наша криптовалюта и карнси, которая дает прибыль у нас во всех потоках. Дальше. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого можно тоже прекрасно зарабатывать деньги. И в самом начале я вам уже рассказал, как это можно делать. Поэтому если у кого-то нет еще майнеров, то прокрутите деньги ваших потоков, создайте ваш капитал, потом часть капитала можно уже потратить на покупку майнеров. И на данный момент это тоже хорошая штука для инвестиций. Дальше. Особенно зная, что наша криптовалюта только за последний год выросла в X30, да, дала в 30 раз прибыли у дорожаней. Дальше. Это, конечно же, наш собственный блокчейн. Это, можно сказать, скелет нашей всей системы. Блокчейн. Это система учета данных, которая уже у нас больше пяти лет. И на данный момент, скажу честно, что не каждый даже европейский банк и корпорация имеет свой собственный блокчейн. Вот, допустим, месяца три назад была новость, что компания Sony только сейчас задумывается о том, чтобы создать свой собственный блокчейн. У нас же свой собственный блокчейн есть уже больше пяти лет, друзья мои. Поэтому в каждом кабинете там все учтено, история, куда вы что тратили, выводили, заводили. Все это хранится в нашей базе учетных данных. Вот, дальше. Что у нас есть еще? Конечно же, наша нейросеть, друзья мои. Вот больше двух лет на страже нашего сообщества стоит нейросеть, которая отвечает за безопасность работы нашей системы. И человеческий фактор уже в прошлом. Поэтому берем, пользуемся, наслаждаемся. Задача нейросети обеспечить бесперебойность и вечность работы системы. И с чем она уже два года без проблем справляется. Поэтому, друзья, пользуемся этой уникальной системой, которая создавалась более 11 лет. И эта система дорогого стоит. На нее сообществом было потрачено несколько десятков миллионов долларов. Понимаете? Я еще раз сказал, что это очень дорого, это очень долго. И делается только для того, чтобы с ней жить. Иначе нет смысла. Не надо делать какое-то там освещение, газ проводить. Если вы не собираетесь жить в этом доме. Нет смысла туда закапывать все эти деньги и встроить вот это все, если вы в нем не собираетесь. То есть, так же и здесь. Это все сделалось только для того, чтобы с этой системой жить долго. Идем дальше. Это глобальное отличие сообщества от любого коммерческого проекта. Коммерческому проекту не нужна инфраструктура. Потому что это долго, дорого и бессмысленно. Проще пользоваться сервисами партнеров. Один сайте, какая-нибудь внутряночка, что-нибудь в маркете. Крутануть легенду, придумать. Вот и все. Вот и создан хайп очередной. Создан очередной проектик, который зацепляет людей за жадность, за большие проценты. Потом, соответственно, все это схлопывается. И хозяин проекта уходит с деньгами туда, куда вы даже не знаете и никогда не узнаете. Поэтому, улыбаясь, то, что пришли очередные ученики, поучиться на уроке жадности. Вот поэтому, дорогие мои друзья, жадность приводит к бедности, а вот знание инвестора приводит к богатству. Вот поэтому через наши инструменты вы научитесь, как правильно надо управлять деньгами, что с ними надо правильно делать, как ими правильно пополнять, снимать, реинвестировать и создавать все более-более свой капитал, который за вас уже дальше будет трудиться. Идем дальше. Теперь ответим на часто задаваемые вопросы. Откуда деньги, пирамида не пирамида, лохотрон не лохотрон, приглашать не приглашать? Вот это, наверное, четыре вопроса, которые мне уже надоели. Откуда деньги, дорогие мои друзья? Я вам расскажу только про пять источников, которые я уже осознал, как говорится, откуда деньги. Плюс еще есть несколько дополнительных, но я уже о них рассказываю на командных обучениях. Деньги. Первое. От прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренсии, которая только за последний год дала X30, друзья мои. А это очень жирная, хорошая статья дохода. Дальше. Многие спрашивают, а почему она растет? Ну, потому что люди делают потоки. Люди же хотят получать прибыль в потоках. Поэтому для этого им надо e-currency. То есть вы купили машину, но вы же хотите на ней ездить, а не смотреть на нее. И вы вынуждены идти покупать бензин. Да? Вот то же самое e-currency для наших потоков. Заправили машину бензином, и ваш поток едет далеко и приносит вам прибыль. То же самое. Именно поэтому бензин почему-то не дешевеет на заправках. А все дорожает, и дорожает, и дорожает, да? Нефть дешевеет, а бензин нет, не дешевеет. Так вот, так же наши e-currency. Это, по сути дела, топливо для наших денежных потоков. Грубо говоря, языком обычного человека. Именно поэтому спрос на e-currency будет постоянный. Потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков. Спрос растет. Я создаю все большее количество потоков у себя. То есть и сравнить количество потоков год назад, два года назад. У меня сейчас больше потоков, чем было. И я их продолжаю дальше создавать. И чем их больше, тем больше будет прибыль. Я тренирую еще больше свою способность ложить, брать, ложить, брать. То есть вот этот момент, он важный момент. Второй источник дохода. От справедливого перераспределения денежных средств в нашей кассе взаимопомощи. Не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Это что такое одноранговая сеть? Это принципы, которые в свое время были заложены королем Артуром. Круглый стол, равный среди равных, король среди королей, первый среди первых и так далее. Пирамидальная система, принципы ее узнаете, конечно же, из фильма «Деньги, пирамиды, долгов», который я настоятельно всегда рекомендую. И из фильма «Дух времени, первая, вторая, третья часть». Поэтому смотрим и понимаем, как вы вынуждены жить, в какой системе. Если у вас есть карточки Visa, MasterCard, вы уже участник мировой финансовой системы. И даже, в принципе, и других уже сервисов, которые выпускают банковские карты. Вы участник уже мировой финансовой системы. И на данный момент вы ей пользуетесь, но не знаете, как она устроена. Почему вы не задаете в банке вопросы, откуда у вас деньги? Вот когда вы приходите в банк, почему вы там вопросов не задаете? Мне вот всегда интересно. Вот, кстати, банкам-то и надо задать вопросы. Откуда у вас деньги? Деньги у них из-за очень интересных источников, о которых вы узнаете, посмотрев фильмы «Деньги, пирамиды, долгов». Они создали эту банковскую систему. Они создали эту финансовую мировую систему. И по их законам она живет. И по им законам она их делает богатыми. А вас – бедными. Потому что она пирамидальна. Низы кормят верхи. Все деньги текут вверх. А наша наоборот. Наша ровненькая вот такая. Все всем равномерно дано. Неважно, вы зарегистрировались сегодня, завтра, послезавтра, десять лет назад, как нашего некого участника. У вас одинаковые кабинеты у всех. Одни и те же проценты, один и те же потоки. Никакой разницы. Вот у меня и у вас одинаковые кабинеты. Но как вы ими пользуетесь? Вот в этом большая разница. Эффективно, либо неэффективно. Смело, либо не смело. Поэтому, дорогие друзья, от этого очень большая разница. Поэтому справедливое перераспределение по одноранговой сети – это вещь очень важная. У нас нет ни верхов, ни низов, ни правых, ни левых, передних, задних, первых, последних. У нас этого нет. У нас все равны. И разница только в том, как вы пользуетесь системой. Все. В этом единственная разница. Поэтому кто-то притормаживает, кто-то быстро, кто-то очень быстро, кто-то уверенно заходит, кто-то постепенно. Не важно. Но сама суть, что вы имеете один и тот же инструмент, только по-разному немножко ими пользуетесь. И берете возможности. Тоже по-разному, в разное время. Следующее. Деньги от того, что у системы кассы взаимопомощи нет хозяина. И весь доход остается в системе, дорогие мои друзья. У нас есть только идейный основатель. Дмитрий Васадин – это тот прекрасный человек, который смоделировал наше сообщество еще задолго до старта. То есть с 2006 года по 2013, 7 лет Дмитрий Васадин моделировал сообщество, думал, находясь в состоянии абсолютно свободного человека. Финансово свободного. С 2006 года он уже долларовый миллионер. И он мог себе позволить заниматься моделированием сообщества. Кто из вас, либо из вашего окружения, имеет возможность сейчас не работать, находясь в состоянии абсолютно финансовой свободы? Вот кто из вас. И причем сидеть пять лет и думать, как создать такую систему, что обычный человек, попадая в нее, становится финансово свободным для начала. Обеспечить, чтобы эта система обеспечила социальный минимум, раз уж в этом не в состоянии справиться те страны, в которых мы с вами живем, так надо объединиться и создать свою систему, подумал Дмитрий Васадин. Что он и сделал, будучи, находясь в состоянии, абсолютно свободным человеком. Пять лет думал, друзья мои. Вот вы в состоянии пять лет думать на какой-то идее глобальной? Нет. Почему? Потому что надо бежать деньги зарабатывать. Нет на это ни сил, ни времени, ни ресурсов. Так вот только тогда, когда у вас появятся свободные деньги и миссия, идея какая-то, вы начнете уже заниматься глобальными, какими-то более интересными вещами. Вот. Вот у него такая миссия была. У кого-то другая миссия, у кого-то мастерскую сделать тоже хорошая миссия, черная миссия. Но у него такая миссия была. И как хорошо, что он это сделал. Следующий источник дохода в нашей системе – деньги от постоянного пополнения потоков. Наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять, представляете? Я постоянно пополняю свои потоки и постоянно получаю все больше и больше. И опять их постоянно пополняю и опять получаю. И каждый из всех наших участников, не важно, новичок, лидер, топ-лидер, участник активный, участник 10 лет, куратор, не знаю, не важно. Каждый пополняет свои потоки и получает все больше и больше. Пополняет, получает, пополняет, получает. И не важно, какой поток. Понимаете, да? И чем больше вы хотите получать, тем больше вам придется пополнять. Это очень крутая штука, которая постоянно пополняет нашу систему деньгами. И именно поэтому четвертый источник дохода в нашей системе – деньги от постоянного пополнения наших потоков. Мы с радостью пополняем поток и этим гордимся, понимая, что эти потоки дадут нам еще больше деньги, еще больше уровень финансовой свободы. И пятая источник дохода – это доход от неэффективного использования кабинетов некоторыми участниками. Когда я начал уже анализировать, это было где-то более года назад, я пришел к интересному выводу, что как бы я не обучал, как бы я не давал командное обучение, как бы я не старался, всегда 10-15% – хорошо, что эта планка потихонечку снижается, но всегда, как правило, 10-15% участников, особенно в самом начале, начинают делать глупости и неэффективно пользуются своим кабинетом. В силу каких-то своей занятости, в силу своей занятости своих мозгов чьим-то другим, в силу невозможности обучиться грамотно и грамотно с этим инструментом, то есть они делают неправильные действия и получают меньший результат, чем они могли бы получить. То есть, получается, система бы рада дать им, но не берут, потому что делают неправильные действия. Поэтому на данный момент эти люди потихонечку слышат, обучаются, понимают, что надо обучаться, потому что проходит полгода, а у них результаты меньше, чем у других. И они вот тут-то уже включается мотивация, вот тут уже начинают репу чесать, думаю, боже мой, может, что-то я не то делаю. Ну, конечно, не то, иди обучайся. Пошел обучился, думаю, боже мой, так чего же я этого не знал? Потому что не прошло командное обучение. Бери, проходи, и будешь все, у тебя будет хорошо. А, ну вот тут уже три полгода прошло. Вот, поэтому вот эти люди экономят деньги в нашей системе, за что им огромнейшая благодарность. Поэтому раньше я немножко расстраивался, но сейчас я понимаю, что это неизбежно, указывает свою скорость. И поэтому я с улыбкой к этому отношусь, и тем самым этот источник денег делает нашу систему еще более надежной. Она и так надежна, она куда еще надежна-то. Но она делает еще более надежный – это человеческие факторы. Кто-то кнопочки боится, забывает нажимать, кто-то не вовремя что-то пополняет, кто-то вообще забивает на все это дело. Вот. Ну, то есть, а кто-то уверенно идет со своим целем и спокойно выходит на шикарнейший стабильный пассивный доход. Поэтому кто-то говорит, знаете, такие вещи, мне так смешно. Кто-то говорит, мне некогда нажимать кнопку, мне надо на работу. Вот от этого мне просто вообще… То есть, все. На этом разговор закончен. Человеку надо на работу. Ему некогда нажать кнопку своего пассивного источника дохода. Он еще не наработался, не устал бедненький. Ему еще здоровье не потерял, ему надо еще пахать и пахать. Вот когда напашется, здоровье потеряет, система его выплюнет на обочину этой жизни, вот тогда-то он и найдет время для кнопочки, для того, чтобы ее нажать и вспомнить об этой прекрасной возможности. Конечно же, с теми, с кем стартовал этот человек, эти люди уже давно, им давно уйдут далеко вперед. Но, тем не менее, у каждого, опять-таки говорю, у каждого свой уровень осознанности и своя скорость эволюции вот здесь вот в этой голове. Поэтому своя скорость обучения материала, своя скорость принятия решения, своя скорость расставления приоритетов в этой жизни, что надо туда-сюда, что важнее в твоей жизни, да? Это лопата, которая у тебя не убежит ни от тебя никуда. Либо разобраться с пассивным доходом и начать жизнь свободного человека. Но не всем нужна свобода, оказывается, кому-то еще надо и побатрачить. Поэтому тем, кому надо, лучше надо идти еще немножко поработать. Вот когда уже наработаетесь, тогда приходите, мы будем так же продолжать развивать сообщество. Оно уже никуда не торопится. Если когда-то, когда было 5 лет, 6, еще как-то торопились, да? Я видел это, да, сам, когда новичком пришел в сообщество. Сейчас все настолько уже успокоились, все настолько уже ровно дышат, что 12 лет будет сообщество, 13, 15, 20. Оно также будет ровно, спокойно развиваться. И чем дальше, тем спокойнее. Поэтому все, кажется, все успеют сделать. И те, которые придут через 5 лет, и те, которые придут через год. Но, конечно, чем раньше придете, чем раньше начнете пользоваться этими инструментами, тем больше у вас будет шансов быстрее изменить свою жизнь. Конечно, если это вам надо. Может, это вам не надо, у вас все хорошо. Ну, тогда не парьте себе, как говорится, голову. И занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, там, где вы занимаетесь, теми, с кем вы занимаетесь, тем, чем хотите. Поэтому только потом не задавайте мне вопросов, а где я был, почему эту информацию я не слышал. Ну, я откуда знаю, где вы были и чем вы занимались. Так, по поводу денег мы разобрались. Да, есть еще несколько источников доходов, но это я об этом рассказываю более детально на командном обучении. Далее, пирамида, не пирамида. Вы поймете это, когда посмотрите базовые фильмы «Деньги, пирамида, долгов». Поймете, что такое пирамида по-настоящему, что такое, как она устроена, да. Что такое одноранговая сеть и так далее. Разберитесь с этим делом. Тогда у вас не будет вот этих глупостей. Дальше, лохотрон, не лохотрон. Тот, кто начинает ярлыками кооперировать, тот человек не понимает, что надо свой опыт жизненный нарабатывать, а не категориями чего бы-то, не знаю, блогера или еще чего-то посмотрел там, о, и пошел думать так же. Свой опыт наработай, тогда у тебя это самое ценное в этой жизни. Внимание, цель жизни человека, по большей части, нарабатывать тот опыт жизненный, да. Поэтому те люди, которые пытаются за счет других людей его наработать, те люди, как правило, ошибаются в этой жизни. Потому что нужно ваш личный опыт наработать. Никто с вас ответственности не снимал. Вы человек, вы родились на планете Земля. Женщине надо нарабатывать женский опыт, мужчине мужской опыт. Не знаю, инвестору инвесторский опыт и так далее. В зависимости от деятельности профессора, профессии и так далее. Надо нарабатывать свой опыт. Если вы вошли в тему инвестиций, вошли в тему особенно такого высоковибрационной вещи, как касса взаимопомощного поколения от сообщества, которому уже ушло 12 лет, надо разобраться здесь. Поэтому надо наработать свой личный опыт. Надо зайти на все потоки, потратить, ничего страшного, на это 20-30 тысяч. И начать с наставником разбираться, как они работают. Посмотреть, выводится ли, заводится ли. Легко это, просто. Наработать свой опыт, а потом уже принимать какие-то решения. Вот этот момент, он очень важный. Тот, кто меня услышал, те молодцы. Дальше. Приглашать, не приглашать. Вот, да. Обязательное приглашение, вот это, можно сказать, болезнь коммерческих проектов, наше сообщество уже давным-давно прошло. Поэтому у нас нет обязательного приглашения. Хотите, приглашайте. Хотите, не приглашайте. У нас уже создана вся финансовая инфраструктура, которая уже сама себя приглашает. Поэтому будете приглашать, будете брать бонусы. Не будете приглашать, не будете брать бонусы. Будете брать только то, что вам приносит потоки. Все, дорогие мои друзья. Поэтому хотите, берите, не хотите, не берите. Все, у нас все ровно. Поэтому у меня есть участники в команды, которые крутят миллионами, имеют вот такой пассивный доход и очень счастливы. И занимаются где-то своими там какими-то делами, да. А есть участники, которые пришли с минусами, но создали команды. За счет этого у них такие же миллионы в потоках, потому что они взяли деньги из рекламного бюджета. И тоже очень доволен своей жизнью. Поэтому хотите идти одним путем, либо другим, то есть без разницы. Это ваш выбор. У нас сообщество свободных людей, и каждый принимает свои решения и идет в своем направлении. Возможности даны. Берите их, те, которые вам нравятся. Дальше. Поэтому наши потоки сами себя приглашают. И на данный момент сарафанное радио, оно идет очень уверенно и развивается очень интенсивно. Поэтому, дорогие друзья, те, кто думает, что он через год начнет строить команду, я абсолютно уверен, что половина той команды, о которой он думает, они уже будут здесь и будут приглашены или рассказаны другими участниками нашей системы. Это однозначно. Это 100% вам гарантирует. Идем дальше. Сейчас я вам рассказал про денежный поток, я вам рассказал про финансовую инфраструктуру, я вам рассказал, откуда берутся деньги, приглашать, не приглашать, там, пирамида, не пирамида. Куча дал рекомендаций. Уже около полтора часа мы с вами общаемся. Это дорогого стоит. Вы реально крутые. Вот 190 человек у нас сейчас на эфире. Вы реально крутые. Поэтому благодарю вас за то, что уделили время в этот прекрасный вечер нашего вторника и уделили его своему собственному образованию. Несмотря на то, что у нас как бы презентация, но в ходе этой презентации я вам немножко посеял зернышки чего-то интересного. Поэтому берите это интересное, разбирайтесь, прикрепляйтесь к своему наставнику, лидеру и развивайтесь. Если же у вас нет еще наставника, лидера, то можете заходить ко мне в команду, пишите мне личные сообщения, возьму вас себе в команду, пройдете командное обучение, станете профессионалом. Либо выбирайте любого из лидеров, консультантов, которые здесь есть в чате в списке. Все профессионалы, обученные, все звезды. Поэтому выбирайте любого и вперед, как говорится, в путь вашей финансовой свободе и становиться хозяином своей судьбы, хозяином своей жизни. Я понимаю, вас этому жизни никто не учил и не будет учить, потому что системе невыгодно. Неважно, в какой стране вы живете, в общем, уже мировой системе невыгодно, чтобы вы стали хозяином своей жизни. Поэтому сама выгода от вас должна исходить. Вам должно быть выгодно стать хозяином своей жизни. Если вы, соответственно, будете предпринимать определенные действия, здесь у нас все есть для этого, чтобы развиваться и стать финансовой свободой. То вы в ближайшем будущем, а это где-то 3, 6, 9 месяцев, вы здесь полностью обретете финансовую свободу. Но то, что жить станет легче, это я вам гарантирую. Именно поэтому я здесь уже седьмой год. Потому что сообществом жить намного проще, чем без него. Вот эта фраза, вот эта мудрость, я понял ее, осознал лично за вот эти вот уже седьмой год, который идет, когда я пришел в сообщество. И слава богу, что пришел ко мне человек, мой знакомый, и рассказал про эту информацию. И я был тогда в оффлайн-бизнесе. Вот, я услышал, благодарю себя за то, что я услышал эту информацию. И сразу же в этот же день, друзья мои, я зарегистрировался. В этот же день я создал поток. В этот же день я уже начал найти первые свои начисления. Поэтому, друзья мои, те, кто быстрый, те, конечно же, и берут все возможности быстро учиться и шикарный результат. Именно поэтому наше сообщество, вот уже двенадцатый год, а это несколько десятков тысяч людей на нашей планете Земля, на разных материках. Вот у меня даже несколько тысячная команда на разных континентах и развивается в нашем сообществе, инвестирует, можно сказать, в наши денежные потоки. Вот, в наши психологические, математические, финансовые инструменты разновременного плана, которые в разное время дают вам разное количество денег. Но самое главное, что деньги у вас будут всегда. Вот это прикол, вот это круто. Понимаете? Деньги каждый день. Деньги у вас есть всегда. И это круто. Потому что в обычной жизни это далеко не так. Хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни и жить вам станет намного проще, легче и от этого веселее. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. Расскажу вам честно, когда вы полностью разберетесь с работой всей системы, вы поймете, что такого проекта у вас никогда не было. И, конечно же, никогда не будет. Но сейчас 5-10 минут. Я готов ответить на какие-то ваши вопросы. Поэтому поднимайте руки и можете, соответственно, задать эти вопросы. Любовь подняла руку, включила микрофон. Нажимайте на центральную кнопочку и слушаю вас. Центральная кнопочка, есть такая микрофон. Нажмите на нее и, Любовь, будем вас слышать. Любовь пока у нас не на связи. Ладно, хорошо. У кого еще есть какие-то вопросы? Кто хочет, может рассказать историю своего прихода в сообщество? Может, у кого-то результаты интересные, мотивационные есть? Может, у кого-то какие-то страхи, и он их преодолел, хочет поделиться знаниями? Поэтому, кто хочет взять микрофончик, буду рад 5 минуточек еще пообщаться. И пойдем, как говорится, делать великие дела. Добрый день. Меня зовут Фарида. Фарида, да, слушаю. Фарида, приветствую. Я буквально недавно вот в вашем потоке сделала быстрый поток на 5 тысяч, получила растущий поток тысяч. Расскажите, пожалуйста, стратегию, как быстро выйти на доход и куда лучше можно жить, чтобы вот почувствовать первые там 50 тысяч. Это вопрос командного обучения, Фарида. И мы можем только на вот этот один ваш вопрос два часа разговаривать. Поэтому вам нужно обратиться к вашему пригласителю и лидеру для того, чтобы разобраться с этими потоками. Да, детально более. Это стратегия в каждом потоке, стратегия между потоками, стратегия на каждой платформе. Это очень глубокие вещи. Поэтому, Фрида, обязательно наладьте связь, коммуникацию с вашим лидером. Он является вашим консультантом. Обязательно прятать. Кто у вас в кабинете, кого вы видите лидера-консультант. Вот, свяжитесь, пожалуйста. Вы с какой суммы начали? Что, что еще раз? Вы с какой суммы начали? С какой я суммы начал? Я в семнадцатом году начал со 100 долларов. Вот, это раз, да? А вообще, всем участникам, которые сейчас в нашем сообществе стартуют, я рекомендую открыть все потоки и с них разобраться в них для начала, да? Поэтому закрепитесь за вашим лидером-консультантом и задавайте ему 100 тысяч вопросов. Он должен на них просто ответить, чтобы вы стали профессионалом. Вот у меня в команде настроено командное обучение. Человек попадает мне в команду, и у него там эфиры он смотрит, стратегии. Это целый огромный пласт знаний, которые нужно проходить непосредственно в вашей команде, раз вы попали к конкретному консультанту. На то он ваш лидер-наставник-консультант. Задавайте ему вот этот вопрос. Поэтому в зависимости от вашего бюджета он вам простроит ваш путь к вашей цели. Вам надо понимать, какой ваш бюджет и какая ваша цель. И вот эту дорожку он вам поможет нарисовать. Иди сюда, делай так-то, 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 так-то. Понятно, да? Очень много вопросов еще надо вам задать, чтобы вам помочь. Поэтому свяжитесь с вашим лидером, у вас все будет хорошо. Еще вопросы? Еще вопросы? Ну что, у кого еще какие вопросы? Все, всем все понятно? Все, все грамотно. Так, Ольга Белянина. Да, слушаю, Оленька. Нажимаем на кнопочку, микрофончик. Ольга, слушаю вас. Всем здравствуйте, слышно? Приветствую, да, слышу. Андрей, благодарю за такой подробный рассказ. Всегда вас с удовольствием слушаю. Хочу поделиться, то, что я преодолела в этом сообществе страх. Всегда мы теряли в интернете деньги. Всегда понимали, что в интернете деньги есть, да, но в какой проект мы не заходили, мы везде теряли. И это единственный проект, поток кэш, ну, это не проект, да, сообщество наше, Меркурий, а где я начала получать доход. И стала уже позволять себе гораздо больше. Вот уже год я не хожу на работу в найм. И могу позволить себе больше уже, чем я, работая на своей работе, да, делала в своей жизни. Они, конечно, близкие прям вообще вот радуются и чувствуются вот такой тыл за спиной. И мне даже тут недавно сказали, что у тебя даже, говорит, вообще и взгляд изменился, и, говорит, ты как-то вообще похорошела, плечи расширена. Конечно, конечно. Женщина вообще не создана для работы. Женщина создана для любви к Богу, да, для детей, для семьи. Вот для чего создана женщина. Вот, поэтому ее просто... Эмансипация, да, поставили женщину рядом с мужчиной и заставили работать. Поэтому я поздравляю вас, насколько это круто. Хочу сказать, поделиться, с чего я начинала. Я очень боялась, я начала с тысячи. Никому, конечно, не рекомендую начинать с такой суммы. Но я очень боялась, поэтому долгое время я с этой тысячи сидела и тряслась вообще, когда я думаю, все опять закроется, все опять я потеряю. Вот, когда бояться перестала, тогда у меня дело и пошло. И очень... Вот, тоже это, ну, как бы ошибка, да, моя. Надо было сразу рассказывать, потому что, да, вот, Андрей, вы сказали, что ваших знакомых пригласят обязательно. Так со мной и случилось. И когда я пошла уже по своим ребятам, с которыми раньше вот матричных проектов была, они уже большинство здесь. Все правильно, Ольга. Поэтому очень важно успевать. Да, надо успевать, точно. Круто. Спасибо большое, Оленька. Шикарная у вас история. Спасибо, что поделились. Это очень ценно для меня и всех участников, которые нас сейчас с вами слушают. Поэтому не тормозите в то же время и не торопитесь. То есть вот этот момент комфортного, но уверенного движения вперед. Каждый день несколько шагов. Каждый день несколько шагов. Каждый день чуть-чуть. Каждый день чуть-чуть. Каждый день зашли в кабинет, прочитали. Не поняли, еще раз прочитали. Не поняли, еще раз прочитали. Созвонились с лидером-консультантом. Пообщались, еще раз прочитали. И так далее. Ну и, конечно же, когда люди приходят на наши мероприятия, то, конечно же, еще больше приобретаются ответствующие где-то знания. Спасибо, Валенька. Еще какие есть вопросы, истории? Все, да? Ну, хорошо, тогда будем заканчивать. У меня уже телефон, сейчас надо будет разгребать всю переписку. Желаю всем удачи, дорогие друзья. Благодарю вас за то, что вы посетили сегодня этот прекрасный чат и, конечно же, обучились. И это очень ценно. И что самое интересное, что все самое интересное всегда на событиях происходит в конце. Поэтому очень важно всегда быть до конца. Вот это большой секрет сетевого, как говорится. Поэтому все самое сладкое, все самые фишки, самая мудрость, самое важное находятся всегда в конце. Желаю вам хорошего вечера и, конечно же, до новых встреч. Не забывайте, что мы с вами творим историю нашего сообщества и, конечно же, историю наших жизней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!